В разных областях есть запрос на специальности. Это действительно так, но это результат того, что мы сейчас оказываемся в такой некой профессионально-образовательной яме, которая наследует 30-летний провал подготовки технических и специалистов отдельных профессий. Инженеров, технологов, конструкторов, элементарно слесарей, токарей, плиточников и прочего. Их никто не учил 20 с лишним лет. И сейчас те люди, которые представляли высокую степень квалификации в различных профессиональных областях, в том числе и в архитектуре старого поколения, они уходят. Им на смену приходит молодежка. Но вот Владимир говорил о 30-летней яме. Я бы сказал, дополнил еще это двухлетней ямой, в которой оказалось образование, в том числе и архитектурное, и дизайнерское, из-за пандемии. Потому что очень мало институтов, кто работает онлайн. Очень мало институтов было подготовлено к тому, чтобы оказаться в этой ситуации. Кто хотел, кто-то сразу подготовился. Понимаешь, вон, архитектурно перешел на эти рельсы. Я совершенно не согласен с этим. И все завернуло в цифру. И теперь мы пожинаем плоды этой цифры. Мало какие наши школы были подготовлены к этому процессу. Именно потому, что у дистанционного формата образования есть вот такая страна, о которой я сейчас так красочно и национально сказал Влад. А есть и другая страна, что это неизбежный процесс, к которому мы в любом случае должны были прийти, но пришли, как обычно в нашей стране бывает, просто вот так вот взяли за шкирку и окунули в полном этом саму. Кто умел, так сказать, дышать под водой, тот не задохнулся. Мы оказались в ситуации, в которой традиционная в течение десятилетий, если сказать, столетий система подготовки архитекторов закончилась. Она резко изменилась. И архитектурное образование к этому, я позволю себе сказать, не было подготовлено так, как бы это следовало, чтобы не потерять качество. К сожалению, качество в значительной степени упало. И результат этого виден очень хорошо тем, как мы, например, которые реально ведут взаимодействие в разных школах с разными молодыми командами. Вот приблизительно возраста поступления в 2019 году. Вот люди в 2018 году поступили, они так учатся, а попав в пандемийный год, они учатся по-другому. Во-первых, мы сами, как педагоги и как профессионалы, позиционируем Арх Москву как лучшую выставку страны. И поэтому мы их берем за руку и вводим на эту выставку из года в год. Заставляя их вникать в то, что показывается вот в этом. И мы надеемся, что и для них, если они останутся в профессии, эта выставка будет таким же последовательным действием, процессом их жизни. И если он сегодня смотрит там ВАУ на наш же стенд, завтра он там помогает нам в работе над этим стендом, послезавтра он идет в компанию Атриум и выставляется вместе с этой компанией. И вот эта вот последовательность, эту цепочку мы рассматриваем как продолжение даже жизни Арх Москвы. Только не сверху, а как бы снизу. Вот есть одно «но», о котором тоже нужно сказать. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что формат всех выставок, которые проходят и у нас в стране, и вообще в мире, все еще формат прошлого. Это формат, который показывает материал, трактует материал, организует процесс взаимодействия между экспонатом и зрителем, и даже экспонатом и экспонентом. Основываясь на традиционных схемах 20-го века. Даже не 21-го, а 20-го века. И мы сейчас находимся вот там в 10-15-летнем промежутке, когда что-то новое будет вызревать. Вот оно сейчас вызревает. Как бы капли этого, они присутствуют. Потому что ты уже попадал в пространство, где на тебя капала вода, и, слава богу, тебе давали зонти. Ты побывал, ты был в пространстве, от движения твоей руки свет зажигался, кубики двигались, что хочешь происходило. Ты побывал в пространстве, где в черном лабиринте ты вообще не мог себя найти, ты как бы ходил там, не мог выбраться из него, потому что он был чернозеркаль. Это я вот вспомнил какие-то выставки, они камерные, там, ну, не знаю, там, 200-300 метров квадратных, да, это не гостиный двор. Но они тебе дают эти эмоциональные взрывы, которые потом живут с тобой. Они должны восхититься на выставке, они должны восхититься той профессией, которую они выбрали, и учиться еще лучше. Ну, ярмарка тщеславия никуда не делась, все равно это остается как-то, но это профессиональное тщеславие, которое является частью профессии. Ты демонстрируешь себя, ты демонстрируешь, что ты есть и что ты есть. Каким бы ни было наше артурное образование, взаимодействие начинающихся профессионалов с уже сложившимися, это единственный и самый важный способ обучения. Собственно, это и есть обучение профессии в таком традиционном, романтическом смысле. Понял, даже с подачи Василия Владимировича, ну, как бы, последние годы же в одном луче, в одном цепочке, да, стоят там школы, Next. Молодые архитекторы, начинающие работу. Архитекторы. И маститые архитекторы, да. Это вот части одного процесса. Ну, уж не знаю, там, нам и то, мы и то горды стоять в этом ряду, а уж студентам, мне кажется, это вообще должно говорить о многом. Есть семь архитектурных школ, которые более-менее регулярно позиционируют себя как, ну, вот, так сказать, ответственные представители цеха архитектурной образования, да. Эти семь школ, они и будут участвовать. В стране много архитектурных школ, слава Богу, пока еще есть. Но мы приглашаем несколько. Обычно это было две-три иногородние школы. Вот в прошлые годы были представители Самары, представители Казани, Петербурга. Иногда были иностранные коллеги, которые тоже что-то показывали. Но в целом это как бы гости, гости Москвы, так скажем. Ну, в этом году будет приблизительно такая же схема. Очень надо сказать, что они не все чисто архитектурные. Они все-таки институты архитектурно-дизайнерские, как сейчас там часто дизайнеры архитектурной среды. Поэтому у нас еще есть такая свобода и в этом выражении. Если говорить о том, что такое sustainability в моем сегодняшнем понимании, так это то, как нам, как вот был лозунг этой веналии, как нам жить вместе, я бы не сказал не вместе, а как нам вообще выживать в новом, изменившем, кардинальном мире. Как уважать друг друга, как уважать среду, в которую... Отношение детей и родителей в этом смысле та же самая, потому что все поменялось. Они знают больше, чем мы. Не в том смысле, что они знают. Но они знают не то. Да ладно. Доступ к информации такой, которого у нас никогда не было. Не было вообще. Но они не умеют им пользоваться все равно. Они умеют этим пользоваться. Просто их умение другое, не такое, как у тебя. В этом и парадокс нового времени. Мы живем как, так сказать, продукт прошлой эпохи. Мы – это прошлое, а они – это будущее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!